Девушки отдыхают Ведь не страшно, что умрешь А вот страшно как и за что Вот так, как наши умеют любить, дружить и умирать Это, конечно, да еще в таком количестве Как это ни печально, ни страшно Да и такого количества святых нет ни в одной стране мира Вот, наверное, в этом наша сила Станет Бог! Мы русские, станет Бог! День Победы отмечают в Берлине В России немцы возлагают цветы главным советским мемориалом Германии Колонна участников грандиозной акции «Бессмертный полк» Формируется сразу в нескольких точках Москвы В эфире капитал шоу «Поле чудес» Мы посвящаем эту программу великому празднику Дню Победы! В России формируется новая светская религия Пока только национальная Но есть идеи, как получить новообращенных и за рубежами Масштабная акция «Бессмертный полк» продолжает свое шествие по планете В Сербии люди, несмотря на ненастную погоду Вышли сказать спасибо всем, кто сражался за победу Портреты своих родственников, фронтовиков Люди несли и в столице Болгарии, и Софии Но еще тысячи человек вышли в Минске и Братиславе Более двух тысяч в канадском Монреале В Ереване вместе с тремя тысячами горожан В памятном шествии принял участие президент Армении Бессмертный полк многие сравнили с крестным ходом В глазах людей вера и надежда на что-то лучшее Мы много шутим уже не первый год, а победа Бесии Но вот вырисовываются первые признаки настоящей религии Со своими священными символами и прочими атрибутами Георгиевская лента вместо крестика Ветераны — святые Милитаризм — основная идея Фейковая история России с возвеличиванием СССР Ветер и Сталина как священное писание и прочее В Новосибирске сегодня открыли памятник Иосифу Сталину Его установили во дворе Новосибирского обкома КПРФ У этой идеи было много противников Поэтому для защиты Бюст установили систему видеонаблюдения Которая в ночь перед открытием уже помогла пресечь попытки добраться до Бюста Да, я достаточно высоко оцениваю результаты нашей кампании Открытие памятника Сталин — это классический пример появления демократии Когда каждый человек может высказать свое мнение Если мы живем в свободном состоянии, то памятник должен открываться абсолютно любому человеку Он жестоко очень, но что-то и сделал он положительный И, конечно, в войне все шли и кричали за Сталина А как же РПЦ? Они выступают в роли попов-политруков победобесия Согласно одному уральскому политологу Благословляя все это Будем молиться об отечестве нашем, о воинстве нашем Чтобы мирное и тихое житие каждый из нас мог припроводить Во всяком благочестии и чистоте С праздником победы поздравляю вас Мы ни с кем не хотим воевать Россия никогда ни на кого не нападала Если бы патриарх Кирилл хоть немножечко верил в Бога Я в этом очень сомневаюсь, что он верит в Бога А вот если бы верил, он наверняка должен был бы пойти к кремлевской стене И дежурить там И еще священников пригласить, кто захотел бы пойти Дежурить там до тех пор, покуда не вывел бы Путин войска с территории Украины Я думаю, что это очень было бы правильно Организовать это и последовательно каждый день обращать на это внимание Тех СМИ, которые еще в России и за рубежом, так сказать, возможны для доступа русскому человеку Он это, конечно, не сделает Потому что я считаю, в Бога он не верит Это я уже и из своей ситуации понял И из отзывов тех людей, которые с ним знакомы Главный храм вооруженных сил России Возводится этот храм исключительно на добровольные пожертвования Заложен храм в честь нашей победы И в Великой Отечественной войне И, наверное, во всех тех войнах, которые выпали на долю нашего народа Православие проиграло конкурентную борьбу по бедобесию И будет поглощено им Практически как корпорация при слиянии с другой в бизнесе В Думу вносит закон об оскорблении чувств ветеранов То есть новая религия будет иметь свои четкие табу и символы веры И хотя ветеранов практически не осталось Запущен механизм воспроизводства этого возобновляемого ресурса Законом к ветеранам Великой Отечественной войны Приравниваются ветераны локальных конфликтов Корея, Афганистан, Ангола и так далее Правда ветеранам-ополченцам ЛДНР Не повезло, их как бы не существует В природе Они гибридные Но для парадов они годятся и не только в ДНР Ведутся новые войны и каждый день рождаются новые будущие ветераны Которые предусмотрительно пошили новые ползунки цвета камуфляжной военной формы Первосвященником этой новой религии по чину Сталина является Думаю, вы поняли кто Вот как описывают его якобы случайное явление народу Путин возглавил шествие бессмертного полка в Москве Президент заранее не планировал участвовать в акции Ничего не напоминает? Но простите, это же практически ремейк непорочного зачатия из Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа Есть и альтернативное Евангелие от другого адепта Неожиданно для всех президент появился во время акции «Бессмертный полк» Как и другие горожане, он нес в руках портрет своего отца, погибшего на войне Много говорится о недопущении фальсификации истории Хотя за истину принимается советская, политизирована, идеологизированная, покалеченная цензурой и запятнанная в недоступных архивах версия, в которой много откровенного вранья Замалчиваний, нестыковок, передергиваний, однобокости и прочих злоупотреблений во имя незыблемости коммунистической картины мира и хотелок начальства Сравните его с тем, как, например, в христианстве формировалось и цензурировалось священное писание Когда отдельные ветви религии и ереси преследовались вплоть до физического уничтожения и сжигания неканонических евангелий Многие из которых до нас не дошли, к сожалению Все невыгодное для России, или вернее того, как ее понимает начальство, в нашей истории признано апокрифическим и подлежащим уголовному преследованию Я не могу сказать, что государство здесь эффективно работает, но все-таки в последнее время, на мой взгляд, есть определенные изменения к лучшему Но государство никогда не сможет быть эффективным по этому направлению работы Эффективным может быть только само общество, если осознает важность тех подходов, которые оно само общество считает нужными для себя, для своей страны, для народа, для людей конкретных Для людей конкретных, для людей конкретных Вот наши с вами, если говорить, если я позволю себя назвать вашим коллегой, задача заключается в том, чтобы убедить подавляющее большинство граждан страны в правильности, в объективности наших подходов И презентовать этот результат вашей работы, обществу И выиграть умы, побудить людей самих занять такую активную позицию на основе тех знаний, которые вы презентуете в качестве объективных Также в копилку добавляем шизо-патрули фейковой молодежи, следящие за правильностью ношения георгиевской ленточки Сравните с византийским иконоборчеством От многоумных деятелей из оленей Мосгордумы или вот такие робкие попытки формулирования символа веры Победославия Смотрите, какие интересные мысли С одной стороны, вроде клинический идиотизм, но в то же время, вполне-вполне И как тут не вспомнить о ранних христианских ересях и борьбе с ними Победа и ее неоспоримая священность – последнее, что сохраняет нас как народ Или вот такое, похлеще Повязывая черно-оранжевую ленточку, мы признаем, что мы есть А каково? Ленточка, эрго сум, следовательно, существует Рене Декарт с его мыслью, следовательно, существую, нервно курит в стороночке Нам уже не нужен разум, у нас же есть ленточка У рабского сознания есть некоторые глубины, пределы, которые сейчас и тестируются циничными технологами власти Причем практически одновременно с поисками дна в экономике Давайте рассмотрим ту же георгиевскую, на самом деле гвардейскую ленточку Как некий условный цак на условной абсурдной планете Киндзадзам Прежде чем вести народ на бойню или, как вариант, заставить народ делать какие-то черные дела Например, расправляться с пятой колонной, как во время культурной революции Пастух проверяет, тестирует стадо на готовность носить цак А тех, кто против, записывает во враги Обработанное электронной пропагандой стадо с готовностью вливается в новую священную общность Даже вливает туда своих детей, наряжая их в парадную военную форму и навешивая обязательные цаки, куда только можно Тем самым демонстрируя высшую готовность к любой судьбе, которую начальство сочтет нужной Мне кажется, ведь только у нашего народа могла родиться известная поговорка На миру и смерть красна Как это так? Смерть – это что такое? Это ужас? Нет, оказывается, на миру и смерть красна Что такое на миру? Это значит смерть за други свои, за свой народ, говоря современным языком, за отечество Вот в этом и есть глубокие корни нашего патриотизма Вот отсюда и массовый героизм во время военных конфликтов и войн И даже самопожертвование в мирное время Стадо радуется этому, хотя радоваться, в общем-то, нечему Вас проверяют на вшивости готовность идти на бойню самим и везти туда своих детей Или совершать преступления подобно Хунвинбинам Причем тут понятия легко подменяются И преступления, расправы становятся священно действием Например, как это обставлено в культе сумасшедшего полковника Курца В фильме «Апокалипсис сегодня» Или гитлеровское «Я освобождаю вас от химеры совести» Отдельно надо сказать о смысле главного священно-действа Бессмертный полк – это политтехнология, которая заряжает энергию горя и утраты Вечный двигатель тоталитарной пропаганды и фальшивого рейтинга Путина Они придумали, как катализировать несчастье и убогость Преобразовывая их в тонны полезной им бессловесной человеческой массы Одновременно сакрализируя и культивируя бесконечную войну и бессмысленную мясорубку Но не будьте полканами Как и у любого офшора, у бессмертного полка есть единственный бенефициар И точно так же, как он переложил юридическую ответственность за свое бабло в офшорах на виолончелиста Он переложил тяжесть своего дутого рейтинга на миллионы наивных полканов Это махровая, пропрезидентская, пропутинская акция Тоталитарная в полном смысле слова А все аргументы о победе и ветеранах не более чем сотрясание воздуха Но при этом политтехнологи власти очень хитроумно соединили табуированное победобесие и сладострастное путинославие Так ловко, что никто не рискнул против всего этого шабаша протестовать Давайте, наконец, скажем, как есть Путин виртуозно украл победу у ветеранов Он мастерски присвоил ее себе ради повышения рейтинга Приватизировал самое святое и последнее, что было у ветеранов По ТВ пока еще не говорят, что победа – это его личная заслуга Но уже ясно дают понять, что повышение статуса праздника – это личная заслуга президента И глазами так хлоп для важности Мы, конечно, уже ничему не удивляемся Но думаем, логичным развитием ситуации будет, если на очередной бессмертный полк он выйдет с чужими медалями на груди Как это не стесняются делать многочисленные представители обслуги и шоу-бизнеса и прочие ряженые деятели А тем временем разрешите показать вам картину праздника в Богучанске Красноярского края Где находится знаменитая ГЭС и алюминиевый завод Жизнь тут немногим отличается от удобств 14-15 веков Конечно, можно не обращать внимания на сказанное выше и списать все это на буйную фантазию Но, господа, Россия уже давно подтвердила, что может воплощать даже такие смелые фантазии, как у Маркса, Кавки, Оруэлла и Войновича Поэтому не надо думать, что все, что творится в России – это блажь, бред или тем более злая шутка Все это очень серьезно Когда народ дичает и его материальное и, следовательно, психическое состояние деградирует То формирование суррогатных религий – это практически неизбежный естественный процесс Начинается брожение и мистическое творчество искания Почитайте хотя бы на эту тему материал о карго-культе в СССР Воплотятся ли эти фантазии в реальности или все абсурдные нагромождения рухнут под весом собственной глупости Зависит во многом от самих людей Но пока победобесие выигрывает с огромным счетом А кто победил в Великой Отечественной войне? Наш русский народ А под руководством кого он победил? Он победил под руководством нашего главного командующего Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok